Новогодние праздники подошли к концу, а значит перед новосибирцами стал вопрос, как утилизировать елку. Если некоторые по старинке относят их на контейнерные площадки, то часть горожан предпочитает цивилизованную утилизацию. Первый в этом году стациональный пункт сбора елок установили возле ТЦ «Мега». Мэрия города Новосибирска совместно с МУПСАХ уже третий год централизованно осуществляет как раз сбор елок для того, чтобы отправить их на последующую переработку и утилизацию. В этом году механизм сбора будет организован таким образом, что все жители могут вынести свою новогоднюю красавицу на контейнерную площадку. С контейнерной площадки ее правильно увезут, но самое главное правило – не надо отправлять новогоднюю красавицу в контейнер. Ее надо поставить в отсек КГО. Елки – это растительные отходы, однако по размеру попадают в категорию крупногабаритных, поэтому утилизировать их нужно правильно. Такой шреддер может за один час переработать около 40 тонн древесины. Полученущий подравляют в центры для животных. Для того, чтобы сдать дерево на утилизацию, в первую очередь надо снять мишуру, игрушки, полиэтиленовые мешки, например, или скотч. Все это делает опасным ту мульчу, которая потом будет передана в муниципальный приют для бездомных животных, для хозяйственных нужд. Многие думают, что елка натуральная – да, это экологично, но в момент, когда мы просто отправляем ее на полигон и ее полезные ресурсы не используем, среди кучи другого мусора она оказывается не в естественной среде. Например, если бы она оказалась просто в почве, где она может естественным путем разложиться – это одна история. А среди кучи пластиковых пакетов и другого мусора она в естественных условиях разложиться не может. Соответственно, отправлять ее на полигон и думать, что там она, как обычно, сгниет – это неправильно. Ее нужно корректно утилизировать. По статистике, большая часть новосибирцев выбрасывают елки после Старого Нового Года, поэтому с 15 января начнут работать за сценарные пункты приема рекоператора МУПСАК по адресу улица Профилактическая, 73 и улица Малыгина, 23-2. Принимать елки будут до 31 января с 8 утра до 5 часов вечера. Продолжение следует...